Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться в Готику 2. Возвращение 2.0. Альтернативный баланс. Квеста Пустоши Кувшин одним махом. В таверне Орлана говорю с Рухаром. Эй, крати! Теперь я сам себе хозяин. Все, что принадлежит мне, находится в этом сундуке. И больше мне ничего не нужно. Не хочешь посостязаться со мной? А что это за состязание? Я называю это пей до дна. Правила очень просты. Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак. Каждую кружку нужно сушить до дна. Так, чтобы стол остался сухим, если ее перевернуть вверх дном. Может быть позже, когда я не буду так торопиться. Могу я поставить на кого-нибудь еще? Конечно. Если ты найдешь кого-нибудь, у кого хватит смелости повериться со мной силами, я приму твою ставку. На ферме Акила работает батрак Ренфальд. Все в порядке? Да, я в порядке. Этот Альварес становился все наглее и наглее с каждым днем. Хорошо, что все кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. В последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухаром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду? Тогда он может подливать ее в мое пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним еще раз. Говорю Рухару, что я нашел нужного человека. Эй, ты! Я нашел человека, который хочет сразиться с тобой. Кто это? Рэндальф. Хо-хо-хо! Рэндальф Хвастун? Хо-хо-хо-хо! Ну хорошо. Почему бы и нет? Пришли этого слезняка ко мне и сделай ставку. Вот моя ставка. Хорошо. Но только не тяни. Приведи Рэндальфа побыстрее. Слышь! Ах, да прекрати. Снова эду к Рэндальфу. Сколько денег тебе нужно для этого состязания? Десять золотых. Я дам тебе деньги, чтобы ты сразился с Рухаром. Правда? Огромное спасибо. Я скоро верну их тебе. Если я смогу победить, я даже верну тебе их с процентами. Еще увидимся. Теперь нужно подменить Шнапс на воду. Да уж, доставил ты мне проблем. Теперь мне нужно быть поосторожнее с Рухаром. Почему? Пока он устраивает здесь это свое состязание, лучше, чтобы никто посторонний не знал о нем. Это плохо для бизнеса, понимаешь? Нужный сундук возле стойки Орлана. Но Рухар накинется на меня, если залезть в него прямо на его глазах. Поэтому либо согреваем падальщиков, что пасутся неподалеку, либо скелетов с кладбища, если вы уже перебили падальщиков, чтобы все посетители побежали их мочить. Ну, хотя большую часть времени Рухар стоит спиной к сундуку. Так что проблем вовсе не должно быть. Подходим и меняем. Прихожу на следующий день. Вот ты где, наконец. Я ждал тебя. Что случилось? Состязание кто кого перепьет. Наконец-то закончилось. Кто победил? На этот раз Рэндаль. Орухару нынче не повезло. Я надеюсь, это было в последний раз. Я не хочу, чтобы подобное повторялось в моем доме. Заруби это у себя на носу. Похоже, ты откусил больше, чем можешь проглотить. Вот твои деньги. И больше я ни слова не скажу. Подожди минутку. Похмелье? Нет, я чувствую себя отлично. Правда. Все, наконец, получилось. Спасибо еще раз за деньги. Вот, получи их назад. Похоже, Рухар не скоро еще оправится после этого. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.